здравствуйте дорогие телезрители и сегодня в эфире как и каждую субботу программа экстрасенсы новый этап это пост шоу к битве экстрасенсов которые вы сегодня также каждую субботу могли смотреть по телеканалу новый мир мы работаем для вас не взирая на сложную ситуацию которая есть на сегодняшний день в мире я знаю что в этот момент каждый из вас переживает какие-то собственные боли тревоги сложности и если у вас вдруг возникло беспокойство по поводу кого-то из ваших родных по поводу себя по поводу каких-то нерешенных дел или задач на что сейчас время замедления и время когда мы можем подумать и задуматься о себе если у вас возникают какие-то вопросы о ваших отношениях о ваших детях о ваших мужьях и женах о том о чем давно может быть хотелось с кем-то доверительно поговорить но вы все время не решались откладывали на потом сейчас самое время для того чтобы снять лишний груз вашей души так бывает что когда люди начинают проводить внезапно очень много времени вместе мы сейчас заново узнаем друг друга и какие-то вещи могут для вас оставаться непонятны какие-то вещи вы постигаете в себе я к сожалению сталкиваюсь по роду своей деятельности очень часто с людьми которые не умеют и не знают как любить себя что такое любить себя считают это зазорным считают это каким-то стыдным но если человек не любит себя он не сможет любить других если можно сейчас если готова техническая часть я попрошу показать вырезку из этой серии которые сегодня смотрели наши зрители для того чтобы объяснить о чем я хочу сейчас акцентировать есть такая возможность хорошо будьте добры выводите пожалуйста на экран этот конфликтный достаточно эпизод из нашей серии обратите пожалуйста внимание посмотрите внимательно готовы выводите пожалуйста сегодня ждала в гости свою коллегу светлану павлюк черного таролога для того чтобы мы могли обсудить эту серию и то что же крылась за тем видением которое мне пришло в картах когда я готовилась к испытанию но вы понимаете что сегодня ситуация сложная и самый простой способ общаться с друг с другом сейчас телефон это видеосвязь это письма и это открытость вашей души но осторожность в бытовых контактах и я понимаю почему светлана не смогла сегодня приехать в студию потому что ну я уважаю решение каждого и это правильно я прошу и вас лишний раз не выходить из дома но если у вас есть какие-то вопросы потому что особенно по вечерам вчера вчера у меня несколько было таких до обращений вот после 23 часов когда люди уже не справляются с накатившей на них паника если вы чувствуете сейчас какое-то тревожное состояние позвоните пожалуйста мне студию из россии по телефонам плюс 7 499 677 1793 из украины по телефону плюс 38 094 711 41 13 и из германии по телефону плюс 49 211 946 241 51 я буду рада вашим звонкам знаете я сегодня открываю этот таймер не знаю буду ли я вспоминать о том что необходимо переворачивать песочные часы потому что на самом деле каждая песчинка в часах это наше действие это наше слово это наша мысль каждой своей мыслью мы формируем свое будущее недавно слушал интервью с очень умной и продвинутой бизнес леди которая сказала что успешных людей объединяет то что они думают о будущем я точно знаю что у каждого из нас есть будущее у кого-то его больше у кого-то его меньше но точно так же у каждого из нас есть прошлое в котором могут быть какие-то грузы какие-то странные перипетии которые до сих пор не разрешены и сейчас когда вы один на один с собой потому что каждый из нас несмотря на то что мы в семье до проводит сейчас очень много времени с собой есть время подумать возможно нас природа остановила для того чтобы мы могли подумать о себе и о своих близких если ты проснулся сегодня утром здоров и здоровы твои близкие это уже прекрасно тоже счастье но есть не только здравствуйте а у меня звонок продолжим чуть позже я слушаю вас здравствуйте как зовут вас меня зовут ольга так мне 63 года так оленька слышу вы знаете я хотела бы чтобы посмотрели моё здоровье в связи с этой пандемии сейчас много хронической болезни и болезни вот даже сейчас я но правда температуры нету еще не обращалась но вот кашель и насморк очень беспокоюсь посмотрите пожалуйста а оль скажите мне вашу дату рождения до 25 декабря 56 года я сейчас прошу вас откройте вот так вот видите как я показывала просто к небу откройте ваши руки дать мне возможность считать энергию давайте сейчас просмотрю да оль это не та самая страшная болезнь которая сейчас является предметом пандемии это ваше хроническое заболевание связано с бронхолегочными путями и сейчас страх активировал эту историю то есть я бы сказала что у вас сейчас очень такая пассивная форма бронхита плюс к этому ну еще да вот насморк и так далее но это точно не вирус то есть не тот вирус которого вы боитесь очень сильно на ваши страхи сами могут сыграть достаточно дурную шутку и здесь еще эти вы боитесь что вам не кому не к кому обратиться я все-таки рекомендую вам позвонить на бригаду скорой помощи дам на всякий случай вызовите к себе медиков тем не менее перепроверьтесь да я не вижу мои карты мне говорят так но тем не менее в условиях в тех жестких условиях которых мы на сегодня находимся я вам настоятельно рекомендую не игнорировать медиков и не полагаться все-таки на авось и только на карты хотя я бы хотел от вас потом после вашего обращения к медикам услышать обратную связь насколько я была права оль на сегодня моя рекомендация обратиться к медикам и потом я попрошу мою помощницу передать вам молитву для неуязвимости я не могу сказать страшно это или не страшно потому что хроника в вашем возрасте да это то что необходимо все равно поддерживать и необходимо лечить на медикаментозном уровне потому что поражена физическая оболочка но все у нас голове и страхи очень активирует негативную среду в нашем организме понимаете поэтому здесь почему-то молитву для неуязвимости потому что она сможет вас поддержать это сложное время да и немножечко уйти от страхов если захотите я с вами дополнительно это проработаю но прямо сейчас когда мы с вами закончим разговор позвоните пожалуйста на бригаду скорой помощи обратитесь с вашим состоянием несмотря на то что температуры нет потому что возраст критический и необходимо этому уделить внимание хорошо да вы можете потом со мной связаться но сейчас я вас настойчиво прошу настоятельно чтобы вы обратились прямо сейчас набрали скорую помощь хорошо хорошо все ибо моя помощница вам перезвонит уже после эфира спросит как ваши дела и передаст вам молитву для неуязвимости договорились все выздоравливать пожалуйста не болейте и держите меня в курсе о вашем состоянии здоровья договорились до свидания рада была вашему обращению смотрите я не тестер мои карты могут показывать риски мои карты могут показывать заболевания но в условиях когда мы находимся в сложной эпидемиологической обстановке нельзя отказываться от медицинской помощи нельзя ее игнорировать и уделяйте пожалуйста внимание всем тем правилам которые вводятся в наших странах на сегодня что это делается для спасения нас первую очередь но при этом если у вас есть вы здоровы я рада этому но у вас есть обыкновенные вопросы ваше сердце может быть болит сейчас о детях ваше сердце может быть сейчас беспокоиться о работе потому что очень многие переживают как будет с работой после карантина да и так далее вы можете задать вопросы обратившись ко мне из любой страны мира по телефону немецкому плюс 49 211 946 241 51 из россии по телефону плюс 7 499 677 1793 из украины по телефону плюс 38 094 711 41 13 каждое утро я сейчас начинаю с того что я молюсь за и молюсь за всех людей чтобы как можно меньшее количество постигла это заболевание за сохранность жизни здоровья и разума в голове сейчас очень важно быть разумными и последовательными очень важно крайне важно если есть ваши вопросы задавайте их пожалуйста сейчас я прошу еще один кусочек выведите пожалуйста напомните из серии которые сегодня смотрели наши зрители и пока техники готовятся рекомендую вам смотреть телеканал новый мир это добрый канал по которому идет доброе кино и по которому передачи которые могут поддержать вас ваших сложных ситуациях будьте добры покажите пожалуйста отрывок из битвы вчера как раз разместила пост о том что в то время пока мы сидим дома очень сложно удержаться от соблазна все время вкусно готовить и вкусно есть да это вот так к слову потому что фигура сейчас тоже может добавить мест для поцелуев и так далее но смотрите ситуация на самом деле я сейчас говорю иронично но ситуация на самом деле была сложная у каждого из героев которые были на площадке а свету захлестнула ее личная драма с папой я не готова это обсуждать без света но насколько все эти люди по-разному понесли себя по жизни далее вот две сестренки у которых папа полненькие такие девочки алена сидела в тайной комнате а катя сидела на площадке они например придумали линию одежды для пышечек я сейчас стою в их платье до девочки нашли как воплотить нюансы своего тела которое дано от бога не все должны быть худыми не все должны быть полными каждого есть своя индивидуальность как говорила моя мама была бы кастрюлька крышечка найдется у девчонок у обоих прекрасный брак прекрасные мужья которые действительно любят ценят носят на руках и это стало возможно благодаря тому что девочки любят друг друга и любят себя они знают себе ну свое достоинство да а люди которых очень сильно поломали и у которых не было рядом любящий мамы может быть или мудрого учителя или мудрого мужчины который смог бы поддержать подставить свое плечо они разрушаются в этом и очень сложно дальше живут свою жизнь если вдруг вы чувствуете сейчас неприятие себя своего образа жизни свои фигуры своих особенностей внешности или еще чего то я считаю что я божественно красиво да у меня есть особенности точно так же как у всех но для кого-то я возможно могу быть некрасивая для кого-то я буду очень красивой но я точно всегда красиво для себя знаете почему потому что у меня одна жизнь я у себя одна если вам сейчас сложно с собой вам сложно себя может быть уважать за какие-то поступки у вас разруха в душе или что-то такое пожалуйста обратитесь ко мне прямо сейчас прямой эфир из россии по телефону плюс 7 499 677 1793 из украины по телефону плюс 38 094 711 41 13 из германии по телефону плюс 49 211 946 241 51 если вдруг я буду занята вам могут предложить беседу с моим мастером партнером это те люди те мастера которые проверены лично но которым я доверяю и с которыми я могу сотрудничать и доверять им просмотр вас мы работаем вместе в единой команде я бы хотела еще чтобы при обращении ко мне либо сюда в эфир либо на линию вы действительно формулировали свой вопрос полноценно да то есть давали то о чем у вас болит а если вы звоните меня просто проверить вы тратите и моё и свое время я не хочу работать с людьми которые не доверяют знать почему не хочу ну вот не совсем не то чтобы не хочу но я не хочу тратить силу на то чтобы преломлять ваше недоверие я достаточно много доказала своим путем алло здравствуйте здравствуйте я слушаю вас как вас зовут меня зовут любовь любовь как приятно у нас гостях любовь любовь с чем вы ко мне мне хотелось бы узнать проблема по работе хочу узнать нас отправляют за свой счет из-за пандемии и я очень волнуюсь не уволят ли меня с работы так как у меня финансами недостаточно ну понятно есть какой-то запас но тем не менее он не бесконечен правильно любовь любочка скажите мне пожалуйста с чем связана ваша работа род деятельности ну бухгалтерия бухгалтерии скажите мне из какой страны ко мне звоните украина давайте сейчас посмотрю любочка дату рождения свою скажите 13 мая 1971 год любонька знаете на самом деле ваша ситуация на сегодня для вас это прорыв вы не вернетесь на работу к этому хозяину у вас хозяин мужчина хотя бы можете с ним судиться и по суду получить свои прерогативы но вас ждет абсолютно верный шаг в течение недели вы можете найти другую работу я бы здесь убрала ваши страхи и перепоны потому что знаете на том предприятии где вы работаете сейчас слишком много наушничество понимаете да чем я говорю и поэтому ваш собственник предприятия слишком прислушивается к тому что ему шепчут на ушко да как бы и сделал такой выбор он совершенно не прав ни по закону не по нормам морали но в течение недели вы можете найти несколько удаленных работ которые вы можете совмещать в электронном виде направляя отчеты потому что здесь идет карта звезда это как раз все что касается интернета медиа ресурсов и так далее да то есть не выходя из дома вы можете себе продолжать потому что сейчас и налоговые каникулы и все остальное но это все нужно оформлять документооборот никто не останавливал люб не расстраивайтесь а прямо сейчас начинайте просматривать вакансии после эфира свяжитесь со мной я уберу вам вот эту вот дурную немножко славу которая наушничеством создана вокруг вас нехорошая энергия не вижу здесь темной магии но зависть потому что вы действительно хороший специалист и интриги это то что вам помешало на этой работе вам нужно убрать эту энергию и поставить защиту на последующее чтобы вы больше с таким не сталкивались но сейчас для вас это правильный хороший шаг вы можете получить гораздо более выгодное для вас предложение я удивлена конечно ну так бывает иногда мы думаем что шаг который для нас является испытанием до сложностью это вот шаг в безысходность а на самом деле это шаг на пути к успеху поэтому сейчас доверьтесь судьбе и свяжитесь со мной после эфира а после этого начинайте просматривать вакансии удаленные у вас все получится договорились хорошо да все спасибо вам за обращение и за доверие до связи любочка до свидания до свидания до свидания вполне нормально да люди переживают за свое будущее люди переживают за свое беззащитности потому что все сейчас находятся более-менее равных условиях беззащитности и уязвимости и если вы чувствуете сейчас повышенную уязвимость обратитесь пожалуйста ко мне и я вам дам не только молитву неуязвимости но и проведу с вами обряд который экупирует ваши страхи и уменьшит тревожность потому что сейчас будут подниматься и старые травмы старые раны и страх за будущее и страх за сегодня главное не поддаваться панике если вы чувствуете неуверенность в чем-то или сомнение обязательно обращайтесь ко мне по телефону из германии плюс 49 211 946 241 51 из россии по телефону плюс 7 499 677 17 93 из украины по телефону плюс 38 094 711 41 13 на время менять людей мы живем в очень сложные времена а люди но я с ней третьего года рождения этого не скрываю вот люди 70-х годов рождения там 75-го и 77-го что мы только не пережили на своем веку до чернобыль перестройку я уже не помню что там было раньше потом или почти одновременно да потом развал союза потом неопределенность 90-е годы безработица тотально начинают открываться границы люди начинают заниматься мелким бизнесом бизнесом тогда называлось челночество если вы помните да очень страшно было рожать 90-х годах но мы все выжили был уже и птичий грипп и свиной грипп и эпидемии пневмонии и чего только не было если мы сохраняем разумную голову и соблюдаем некие правила правила мироздания правила уважения к себе правила уважения к своему здоровью правила уважения к своему близкому правила уважения к своему будущему кто сейчас считается успешным человеком не тот у которого больше всех денег а тот у которого сейчас хорошее здоровье у которого может быть долгий срок жизни благодаря этому хорошему здоровью у у которого достаточно оперативно работает разум, который понимает, зачем и для чего он живет, который знает свое предназначение. А сейчас я хотела бы, чтобы мы еще раз посмотрели на еще один эпизод из этой серии «Битвы экстрасенсов». Будьте добры, вы видите на экран. Ну вот видите, к концу моего испытания эта малышка уже улыбалась. Ее отпустила и вот так бывает, да, ты готовишься, ты не понимаешь, что там связано с этим платьем, почему вдруг это приходит, и потом вот так вот это проигрывается. Свадьба – самый трепетный, один из самых счастливых моментов в жизни женщины. Время инициации, когда с девушкой она переходит в жену. И казалось бы, на кого, как ни на родных, ни на близких в этот момент можно опереться. Но даже мать, которая приняла, может быть, скрипя сердцем и благословляла эту пару, а сестра пошла вопреки. Вот такое себе, как там фильм про казаков этих «Тихий дон». Помните там все эти истории про лихие любовные моменты. Так вот, если вдруг у вас постигла лихая любовь или лихое супружество, вроде бы все складывалось нормально, а потом вдруг оказалось, что вы ни ко двору, либо мужчина ни ко двору, либо женщина ни ко двору, ни по статусу, ни по финансам, может быть, или по возрасту, или живет не там, или национальность не та. И молодые люди могут начать утрачивать любовь под давлением проклятия или негатива, а может быть и под моральным давлением близких. Если вдруг вы столкнулись с такой ситуацией, у вас уже начинается непонимание с вашим супругом или с вашей супругой, обратитесь, пожалуйста, ко мне по телефону из России плюс 7 499-677-1793, из Крыма по телефону плюс 38-094-711-4113, из Германии по телефону плюс 49-211-946-241-51. Любовь – это, наверное, одно из самых желаемых состояний для человека. Что нужно для счастья? Быть здоровым, иметь крышу над головой, иметь пропитание и иметь близких людей. В первую очередь, если есть близкие, семья – это там, где не предают, семья – это там, где понимают, семья – это там, где поддерживают. Ну, вот, те же условия карантина и совместного пребывания на одной и той же территории. Вчера я, допустим, услышала драку у моих соседей, молодых супругов 30+, и свидетелем этой драки был ребенок. Мне пришлось в это вмешаться, несмотря на то, что карантин нежелательно, ну, как бы, да, с другими контактировать, но я не могла допустить, чтобы ребенок это видел, и чтобы женщина дальше сама страдала от этого. Хотя, женщина вела себя достаточно провокативно. Дорогие дамы, иногда вы забываете, вы теряете эмоциональное равновесие, и вы уже сами начинаете провоцировать скандалы со своими супругами, со своими бойфрендами, со своими любимыми людьми. К сожалению, это бывает часто. Это сложно признать, но с этим можно работать. Возможно, если восстановить ваше эмоциональное состояние, ваше чувство собственного достоинства, можно будет восстановить и пару. Я слушаю вас, у меня звонок в студию. Алло. Да, я слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Как зовут вас? Меня зовут София. Так, очень приятно. Я хочу узнать такой вопрос. Есть ли на моем муже какой-то негатив, порча, проклятие? Он пьет сильно, и, ну, бывает, даже меня обижает, может даже ударить. Софочка, как зовут вашего супруга? Супруга зовут Родик, ну, Родион. Родион, скажите мне, пожалуйста, поскольку вам лет на сегодняшний день? Я родилась 22-го, 01-го, 66-го года. Так. А он моложе меня. Он родился 8-го февраля 02-го, 70-го года. Хорошо, скажите мне, сколько вы живете в браке? Это второй брак, я так понимаю, да? Это второй брак, 8 лет мы уже живем. 8 лет вы живете вместе. Хорошо, давайте я посмотрю на Родион. Вот далее. Смотрите, через мертвую воду действительно сделано и безумие, и энергии блуда. Там почки, кстати, могут очень сильно болеть, да? Скажем так. Ваши отношения созависимые, он вас обижает, но вы не можете от него избавиться. То есть, вот вместе невозможно и вроде никак. И здесь на нем это среды его предыдущего брака, но причем брак был в другой стране или в другом городе, да? То есть, не там, где вы живете. Он прямо убегал из этого брака. И там надо сказать спасибо не супруге, а тёще. Тёща во всю силу, в полный рост, как угодно уже готова была услужить своей дочери и сохранить ей этого мужчину. И, собственно говоря, и изначально его приворожила, потому что он не очень сильно готов был на ней жениться. И сейчас его еще не отпускает эта история, хотя он сумел убежать после того, как ему все-таки была оказана какая-то помощь. Он был какой-то бабушке или тетушке. Прямо вот вижу, что на деревню ездил, и там его пакли, вот так вот отжигали. Я вижу это, да? Но не все снято, и с ним надо действительно работать, потому что здесь не только выпивки и агрессии идет вопрос. Здесь вопрос еще идет и в здоровье, Суфушка. Да, есть такое. Есть такое. Смотрите, Родион, я так понимаю, сам не согласится ко мне сейчас обратиться. Вы знаете, я думаю, что он может быть даже и согласится, потому что уже дошло до такой степени, что он действительно как безумный какой-то стал. Ну здесь, да, здесь энергия Будда и безумие может быть. Давайте сделаем с вами следующим образом. Вы сейчас останетесь на линии. Моя помощница запишет вас, когда вам удобно будет, чтобы вы с Родионом вместе были дома. Да. Мы с вами начнем беседу, пригласим его, и я все-таки, мне нужно его согласие, понимаете, да, на то, чтобы я ему эту помощь оказала. И если я получу его согласие, то я его выведу из этого состояния. Договорились? Да, договорились. Тогда сейчас оставайтесь на линии. Я вам благодарна за звонок и продолжайте смотреть нашу передачу. До свидания, Софья. Спасибо большое за звонок. Спасибо за передачу. Спасибо. Я сегодня как-то более эмоционально сдержана, да. Вот мне очень бы хотелось, чтобы всем девочкам, а кавалера у меня всегда хватало. И вот когда нет любви, хорошее – это плохо. Вот правда это плохо. Если так сложилось в вашей жизни, что до сих пор у вас не было хорошей любви, девочки, ну слушайте, хорошее время сейчас для общения, в том числе и в интернете. Да, в интернете нужно быть очень осторожным в вашем общении. Если вы с кем-либо познакомились, в соцсетях или где-то еще, перепроверьте, потому что вот буквально на днях у меня было обращение с очередным наследником, там, мега-министром из Перу и так далее и тому подобное, да. То есть женщина попала в ловушку обмана, и сейчас мы с ней работаем, и я надеюсь, что моя прекрасная Мирослава вырвется из этой ловушки. мне все-таки важно, чтобы она следовала моим рекомендациям. Смотрите, бывают такие обращения, что я обращался, ля-ля-ля, три рубля, а мне вроде бы помогло, а потом перестало помогать, я уже говорила. Если вы перестаете следовать рекомендациям мастера, который с вами работал, если вы начинаете жить по старым своим принципам и сценариям, то вполне закономерно, что вы возвращаетесь, вы ломаете вновь свою судьбу, вы вновь делаете излом своей судьбы и вы вновь возвращаетесь к старому способу. Вы можете даже возродить ту порчу или проклятие, которое снял с вас мастер, потому что вам так понятнее, как жить. Вы видели вот в этой вырезке, насколько была, она не только была осиротевшая, эта девочка, которая вывела из тайной комнаты, она была избита, жестко избита судьбой и недоверием близких, предательством близких, брата, самых родных людей, казалось бы, отца, интернат и прочее, прочее, прочее. Хорошо, что рядом оказалась эта крестная мама, которая в нее поверила, которая, несмотря на то, что ее судьба была не самой, возможно, легкой, тем не менее, оказалась руку поддержки для своей крестницы. Ведь роль крестной мамы, крестного отца, она заключается не только в том, чтобы покрестить и дарить подарки, а в том, чтобы сопровождать духовно человека по жизни, быть его духовным наставником и быть его проводником к Богу, к любви, к вере в лучшее, к вере в себя, к опоре, чтобы человек мог на себя опираться. Прямо вот очень хочется много чего вам сказать, но чувствую большое количество звонков, которое идет сейчас, и меня что-то очень сильно сбивает с мысли, как будто кто-то прорывается ко мне, очень болит сердце, но человек не может дозвониться. Еще раз напоминаю телефон, по которому вы можете позвонить, из Германии плюс 49, 211, 946, 241, 51, из России плюс 7, 499, 677, 17, 93, из Украины по телефону плюс 38, 094, 711, 41, 13. О чем мы можем с вами здесь поговорить? Мы можем поговорить с вами о любви, мы можем поговорить с вами о ваших, возможно, проблемах с вашим весом. Иногда достаточно принять свой вес, свой образ для того, чтобы он начал заменяться, потому что, когда вы боитесь потолстеть, вы очень вот этим страхом можете как раз притянуть лишний вес, да, потому что лишний вес – это в том числе и защита, защита от страхов, это зона безопасности. Когда вы излишне худеете и вгоняете себя чуть ли не в анорексию, да, это говорит о том, что вы не любите свое тело и лишаете его питательных веществ, и лишаете себя жизнеспособности. Сейчас как никогда важно быть здоровым и иметь здоровый образ мыслей, понимать, что и для чего вы делаете. Мои рекомендации вам, я уже говорила, вам дышать на 5 раз, да, на 5 выдыхаем, опускаем на уровень диафрагмы, мы удерживаем там на счет тоже 5, и на 5 выдыхаем через губы, да, то есть. Итак, делаем 15 подхода утром, 15 вечером. Выйдите на балкон, это доступно, подышите свежим воздухом, сделайте там это. Не нужно лишний раз выходить сейчас на улицу, на балконе это вполне можно сделать, либо у открытого окошка или форточки, да. Что еще могу порекомендовать сейчас? Обязательно радуйтесь, находите повод для радости. Танцуйте, включайте вашу любимую музыку и танцуйте. Не важно, умеете вы танцевать или нет, доверьте своему телу повторить ритмы той мелодии, которую вы сейчас избрали для себя. Это может быть абсолютно разная мелодия. Я сейчас, например, очень хорошо сплю под звуки дождя, да, специально себе включаю записанные заранее звуки дождя и засыпаю под них, потому что я таким образом релаксирую и энергия воды смывает лишние эмоции и лишние думы, потому что я все ваши думы и все ваши эмоции в том числе пропускаю через себя. Если у вас есть вопрос ко мне, если вы готовы задать этот вопрос, да, я слушаю вас, вот уже есть звонок, а для тех, кто, подождите секундочку, для тех, кто еще готов дозвониться в этом эфире, Германия плюс 49-211-946-241-51, Россия плюс 7-499-677-17-93 и Украина плюс 38-094-711-41-13. Я слушаю вас, с вами Фёкла. Ой, здравствуйте, Фёкла, я так рада, что дозвонилась для вас. Здравствуйте, какая вы бойка. Меня зовут Ира, Ирина. Я вот что хочу узнать. Вот моя дочь мне, она не со мной живет в другом городе, они вот говорят, что она не может иметь детей, что что-то там проверялось, не знаю, что. Но вот знаете, у меня вот как у матери, у меня такое предчувствие, что это не в ней проблема. А и вообще, они что-то там так много чего скрывают, что-то они там темнят, я не могу никак этого понять. И вот я бы хотела, ну что-то там что-то нечисто, вот может вы посмотрите. Скажите мне, как зовут вашу девочку, как зовут её партнёра? Её зовут Диана. Так. А он Анатолий. А он Анатолий, Диана и Анатолий. Дата рождения знаете? Ну, конечно, я дочке надо. Анатолий, Диана, Диана. Анатолий, Диана, Анатолий, Диана. Я же внуков хочу. Сейчас, подождите, подождите, Ируся, подождите, моя рыбонька. Ир, смотрите, у вашего зятя это брак второй, правильно? Да, вот это всё, понимаете, там всё не как у людей. Так, смотрите, всё не как у людей, да. Значит, смотрите, там в первом браке есть детёныш, но фишка в том, что ваш Анатолий знает, но этот ребёнок появился, знает о том, что у него не живые сперматозоиды, сперматозоиды, простите, буду говорить как есть, да, потому что переболел. Я не знаю, что это, свинка или что-то ещё, но по-мужски, да, сперматозоиды не, ну, не способны к оплодотворению. А тот ребёночек, который есть, появился в его очень молодом возрасте, вот там, ну, 21, максимум 22 года, и он из богатой, из хорошей семьи, то есть жених завидный, да, был, и они всё равно разошлись, они полгода пожили и разошлись, и он теперь сомневается, понятно, что сомневается, что это его ребёнок, и боится делать ДНК, и он это объяснил вашей Диане, она его любит, она понимает, что она может получить ребёнка через ЭКО, но она не хочет тратить на это деньги сейчас, она боится, что у неё может не прижиться, потому что подобная вещь уже была, между ними они уже пробовали, и вот в октябре был либо, ну, не прижившийся этот... Вот я этого ничего не знаю, вы знаете, Ириша, они вас берегут, моя хорошая, они вас берегут... А я подозреваю, я ж тоже не дурная, понимаете? Я понимаю, вы знаете, что вам надо сделать? Когда будет возможность вживую, сейчас вы в разных городах, да, но когда вживую будет возможность сесть, взять её за ручки, да, и поговорить по-доброму, приобняв просто, доча, ну что, я уже... Не важно, будут внуки, не будут, ты мне скажи, что у тебя, как ты, я хочу, чтобы ты была счастлива. Здесь через ЭКО можно, если она будет готова, я могу ей оказать сопровождение со своей стороны, чтобы это оплодотворение было результативным, потому что есть такая возможность, её яйцекретки сильные, но знаете что, не вздумайте только её отговаривать от этих отношений с Анатолием, она его правда любит. Им этот брак дался, и вы там были немножко против, и его мама свои пять копеек вставила, но они правда выстрадали свой брак, они правда любят друг друга искренней любовью, и они друг для друга являются поддержкой. Она его не бросит, не ссорьте его с ней, а поймите её наоборот, и примите в этом, и если она согласится на ЭКО, тогда у них всё будет хорошо. А сейчас они даже боятся об этом думать, потому что только пережили вот эту потерю возможности, да, через ЭКО забеременеть. Я не буду ставить палки в колёса им, нет. Я только хочу, чтобы понимать вообще, на каком я свете, и что там вообще. Я вам вкратце рассказала, давайте, если вы хотите, мы можем поговорить с вами ещё более детально, я вам подскажу, как вам поговорить с дочкой, чтобы она нашла в себе смелость прийти ко мне, обратиться за помощью, понимаете, да, о чём я говорю, и пройти это. Ну и Анатолию здесь тоже нужна поддержка, потому что он никак не может распутаться с этой своей бывшей супругой, на него всё вешают это дитя, он на ДНК не решается, и это для него такой груз, когда им приводят этого ребёнка, ну якобы, как он же должен, как папа его воспитывать, а он не может его принять в сердце, потому что вот эти сомнения его очень гложет. Он готов поверить в чудо, что это его ребёнок, но он боится даже делать это ДНК, потому что ему страшно, и ему тоже нужна очень сильная поддержка. Давайте мы с вами за кадром ещё поговорим, и решим, как нам вашей молодой паре оказать поддержку, хорошо? Ой, Шокла, я буду очень благодарна вам. Давайте я ещё раз позвоню, Моя помощница вам сейчас, вы останьтесь, пожалуйста, Ирочка вам назначит время, моя помощница, её тоже Ира зовут, вот у меня прямо и племянница Ира вчера звонила, и помощница моя Ира, и вы, Ира. Вы можете загадывать желание. Да, ну Ирина, это у нас о мире, и это всегда хорошо, давайте вы сейчас останетесь на линии, Ира вам назначит дату и время, когда мы с вами свяжемся, и мы с вами раскопаем эту ситуацию уже так, чтобы мы понимали, как помочь ребятам с их участием, или, может быть, через вашу материнскую энергию. Договорились? Да, конечно, да. Обнимаю вас, дорогая, спасибо, что беспокоитесь, только не сорьте их, пожалуйста, хорошо? Да, уж куда-то, конечно. Благословляю, жду нашей связи, нашего следующего разговора. До свидания. Спасибо. Я вот даже не знаю, что комментировать, а что добавить. Когда мужчина женится на женщине с ребёнком и осознаёт, что это не его ребёнок, но он женится на ней, он принимает эту женщину с ребёнком, потому что если мужчина любит женщину, он любит её ребёнка. Но когда мужчины обманом пытаются навесить не его ребёнка, да, и он потом об этом узнаёт, понимает при взрослении, он расценивает это как предательство. Ему очень сложно верить в любовь, ему сложно верить в близких, ему сложно верить близким, и он здесь считает предателями и своих родителей, потому что они знали о его болезни в детстве, да, и супругу. И знаете, мужчина настолько нежный, что ли, трепетный, он не может даже открыто предъявить это этим ни своим родителям, ни своей бывшей супруге, понимаете? Потому что это недоверие, и сердца не хватает принять этого ребёнка не потому, что он не любит детей, а потому что ребёнок явился как средством манипуляции, инструментом для манипуляции. Если вы, не дай Бог, такое встретили в вашей судьбе, или, может быть, вы в детстве являлись инструментом для манипуляции у ваших родителей, мама наутикивала на папу, папа на маму, и сейчас вы видите последствия этого в своей жизни, вы видите, что ваши дети начинают уже от этого страдать, и что вы с мужем не совсем о любви и честно, да, уже к манипуляциям перешли, к тому, кто главнее и кто правильнее. Давайте разбираться в ваших перипетиях, если они есть, если есть сложности в вашей жизни. Для семьи всегда очень важно доверие и уважение. Это то, на чём базируется любая семья. Если человек не уважает в первую очередь себя, не доверяет себе и не уверен в своём будущем, не отвечает за себя, да, ему очень сложно строить отношения с другими. Если вы чувствуете, что из-за каких-то событий в вашей жизни вот это доверие к себе, оно, или вера в будущее, оно в вас треснуло, оно взломилось, и вы не понимаете, как дальше двигаться по жизни, давайте вместе с вами смотреть, что же там. Вот обыкновенный вопрос, что-то темняк, что-то скрывает, а будут ли дети. Да, дети могут быть, но для этого нужно более изъявление обоих и их решимость пойти ещё раз на этот шаг, потому что пережив такой страх и потерю беременности, не пережившаяся ЭКО, пережив гормональную терапию, гормональная терапия очень сильно бьёт по психике, по эмоциям женщин. У меня очень много и клиентов, и есть несколько подруг, которые это переживали. Я знаю, насколько это болезненная ситуация, но это не значит, что на судьбе или на возможности иметь ребёнка нужно поставить крест. Если у вас есть такая ситуация, давайте её решать вместе. А сейчас у меня уже гость в студии, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Корине. Так. Фёкла очень переживает за свою сестру. У меня есть твоя родная сестра. Так. Она заболела коронавирусом. Вчера буквально позвонила и сказала, что это плохая новость. Вот хочу, чтобы вы посмотрели, что её ждёт, какие здоровые вещи. А вы из Армении мне звоните? Нет, из Германии. Из Германии? Да. Родом из Армении. А откуда сестра позвонила? Вот она осталась там. Да, она там живёт. Как зовут сестру? Елена её зовут, да. Ну, инфицировалась от своего супруга. Они сейчас в изоляции. Исцеление есть. Моя хорошая, две недели исцеления есть. То есть, ситуация сложная, тяжёлая, но лечение, медицинское сопровождение абсолютно правильно и исцеление здесь есть. Слышите меня? Да, очень хорошо. Да, я рада. Если вы готовы и хотите, мы можем с вами отдельно поработать. Я, ну, со своей стороны могу сделать просто требу о болящей, да, для того, чтобы, ну, усилить её прежде всего энергетически. Но, да, ещё раз подтвержу, что здесь исцеление есть. И она действительно, ваша сестрёнка, панически боялась заразиться этим. И, собственно говоря, это и поймала. Давайте мы... Поговорите с Леной, если она готова со мной связаться. Я сделаю с ней требу о болящем, немножко я поддержу в телефонном режиме. Вот. Она проходит правильное лечение, она в надёжных руках. Ой, хорошо. Я думаю, она будет согласна. Она выздоровеет, не переживайте. Держите меня, пожалуйста, в курсе. Не пропадайте. Договорились? Сейчас останьтесь на линии. Моя помощница договорится с вами о том, как мы с вами контрольно будем связываться, чтобы понимать, в каком состоянии. Я тоже буду дополнительно просматривать вашу сестру. Договорились? Да. Спасибо большое. Спасибо. Во благо. Вот, слушайте, ну, наверное, это сейчас одна из самых страшных новостей, потому что даже когда нам, ну, не в такой, да, конечно, эпидемиологической обстановке звонят и говорят, что не стало кого-то из близких. это трагедия, это горе, но ты уже принимаешь это так или иначе, когда мы проживаясь в разные стадии, там, торг, гнев, горе и так далее, но когда близкие болеют, это одно из самых страшных состояний, потому что тебе же нужно оставаться сильным для того, чтобы поддерживать этого человека, да, тебе нужно самому не заболеть прежде всего и сделать максимально все для того, чтобы близкий выздоровел. И здесь я еще раз напомню о том, что если вы хотите, если вы готовы, я могу для вас передать молитву о неуязвимости, которая будет придавать вам сил в такой ситуации, в которой мы все вольно или невольно оказались. Мы не можем сейчас мановением руки победить эту болезнь, но мы можем быть разумными, мы можем соблюдать правила и мы можем молиться, потому что молиться от своего сердца, своими словами либо теми молитвами, которые, вы знаете, Бог услышит вас, потому что, да, сейчас принято такое решение, что все епархии закрыли в том числе приходы, закрыли храмы для того, чтобы прихожане посещали, и это правильно. Это не значит, что Бог для вас закрыт. Небо открыто всегда. И Бог слышит мольбы всегда. Поэтому сейчас очень хорошо молиться о своих близких утром и вечером. я могу вам дать этот молебен в том числе, если вы хотите. Нет, это не молебен от коронавируса, это молебен о здравии близких. Знаете, говорят, что лучше, что можно сделать для человека за его спиной, это молиться о нем. и говорят, что те люди, о которых есть, кому молиться, счастливы. А я считаю, что если у тебя есть, о ком молиться, то ты тоже счастлив. Я уже говорила, что сейчас, как никогда, я каждое утро и вечер начинаю с мольбы о себе, о своих близких, о своих любимых, о своих родных. А потом перехожу на всех, да, и вот практически за всю Вселенную, потому что, ну, так вышло. Видите, мир очень маленький, и нет посторонних. Мы не понимаем, что энергия радости может передаваться так же легко и быстро, как сейчас передавался вирус. И вы видите, что оттуда, откуда он пошел, там уже все практически выздоровели и закрываются эти больницы, потому что люди проявили разумность и радовались каждому выздоровевшему и каждому успешному случаю исцеления. Находите повод для радости каждый день. Смотрите на небо, смотрите на солнце. Если идет дождь, наслаждайтесь дождем. Включайте хорошие фильмы. Смотрите канал «Новый мир». В понедельник не забудьте посмотреть. И еще раз, я думаю, будет полезно пересмотреть еще раз серию «Битв экстрасенсов» и понять, что как же важно любить себя в любом возрасте, весе, цвете волос, быть готовым к экспериментам, быть готовым к чему-то новому. Вчера такой вот маленький флешмоб в соцсети объявила. Покуда мы не можем путешествовать на сегодня, ну, закрытых границ, это нормально. Я предлагаю каждый день вам времени вагон, каждый день делать в доме какую-то национальную кухню. и вот прямо выставляйте себе в соцсети. У нас сегодня день немецкой кухни, день австрийской кухни, американской, польской, французской, английской, итальянской и так далее. Итальянцы сидят и выходят только на балконы, израильтяне выходят на балконы, включают музыку и так далее. Я предлагаю еще делать дни национальной кухни, дни греческой кухни, поддержку друг друга. Это не так много, не так дорого. У каждого народа есть свое какое-то вкусное блюдо. Время карантина для того, чтобы готовить вместе, объединяться вместе и говорить, читайте мифы, читайте легенды, поднимайте немножечко свой уровень, не думайте только о том, что происходит негативное. И если сейчас у вас еще остались какие-то вопросы, я какое-то время остаюсь на линии, позвоните, пожалуйста, из Германии плюс 49 211 946 246 151 из России плюс 7 499 677 1793 из Украины плюс 38 094 711 41 13 Если вы не дозвонились в прямой эфир, мы сможем с вами поговорить сразу после эфира и я отвечу на ваши вопросы. Не на все вопросы можно ответить в прямом эфире. Я не всегда могу успеть даже сказать все, что я хочу вам сказать, но может быть сейчас то, что я предложила, вот эти дни каких-то наций у себя в доме. Путешествуйте, открывайте, смотрите, какие там есть музеи, какие есть ценности, какие истории есть этих людей. Давайте полюбим друг друга и будем уважать друг друга и культуру друг друга. Я жду вас в понедельник сразу после битв экстрасенсов. С вами была я, ваша Фекла. До встречи, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok